Приветствую вас! Предлагаю посмотреть на эту ситуацию вот с какой стороны, если это произошло по стечению обстоятельств нелепому, невозможным, но все-таки послушаем с ним, то мужчина сам напишет вам, сам свяжется с вами, извинится и все объяснит. Из этого не произошло и мужчина ничего не сделал, ничего не написал, никак не верит на свое сожаление относительно того, что произошло. Значит, это было подстроено и заранее с целью вас проучить, посмеяться, вас развести, разыграть и прочее. Подобное поведение, конечно же, неприемлемо, подобное поведение недостойно для мужчины и, соответственно, писать в этом случае ничего не нужно. Если вы себя уважаете, если вы себя любите, если вы считаете, что такое поведение к вам оскорбительно и недостойно, то писать ничего не нужно. Просто, ну, полный игнор этому мужчине, который так сделал. Больше он не достоин. Так же, как и вашего внимания он не достоин, и ваших слов и, по сути, значит, ваших каких-то сообщений, даже пусть и гневных, он не достоин. Самым лучшим наказанием для него, самой лучшей, самой, самой грамотной реакцией будет просто вот безразличие, которое вы будете проявлять по отношению к нему, чтобы мужчина осознал постепенно, через это безразличие, что именно он совершил, какую глупость он совершил. И вот тогда, если он осознает и начнет извиняться, вы можете, конечно же, не сразу ответить ему и постепенно его просить. Если он вас любит, если он вас ценит, если он вас уважает, то больше так он никогда не сделает. Но если чувств к вам у него нет, если он сделал это, потому что он играет вам, то с таким мужчиной лучше не встречать вообще. Ничего хорошего он вам не даст. Только лишь страдания и такие вот ситуации, при которых вы будете чувствовать себя во всех отношениях унижены, во всех отношениях брошенные, покинутые и так далее. На этом все. Надеюсь, что Хлоп помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучше, пожалуйста. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и до свидания.